Все-таки это окончание срока полномочий мэра. И вот здесь интересно ведь даже спросить, а что было для вас самым волнительным, самым главным достижением, вот если есть вот такой вот, может это даже эмоциональный какой-то ответ будет. Пожалуйста. Я думаю, что самая важная для меня как для руководителя города задача с тем, чтобы локальные какие-то текущие задачи были долгосрочной перспективы. Потому что очень важно видеть развитие города на перспективу, определять эти траектории, а не находиться, так сказать, в режиме текущего функционирования. И 2020 год, несмотря на всю сложность реализации множества проектов, он все-таки стал той отправной точкой, когда мы смогли не только воплощать эти рабочие, текучие, так сказать, вопросы и проекты, но и сделать заделы на будущее. Если мы ремонтировали набережную, то мы намеренно обходили определенные участки, которые нуждаются в капитальной реконструкции и в хорошем проекте. Работа над этим проектом уже началась, и, собственно, косметика по другим частям была возможна, мы ее выполнили. А далее предстоит серьезное берегоукрепление нашей набережной и, возможно, ее продолжение. Такие амбициозные планы мы видим на перспективу. Если мы строим дороги и ремонтируем тротуары, то надо сразу предполагать наличие велопешеходной инфраструктуры. Это требование времени и очень такой активный запрос от петрозаводчан. Поэтому мы это старались учитывать. В этом году мы активно работали над генеральным планом. Соответственно, документ этот серьезный, многолетний, и он должен уже учитывать будущие потребности города в строительстве школ, садов, больниц, всех очень нужных социальных объектах, но и транспортной, дорожной инфраструктуры в том числе. Поэтому стратегия социально-экономического развития, которая действует в нашем городе до 2025 года, она корректировалась нами практически ежеквартально. И это происходило не от того, что мы, знаете, как снижали амбициозность своих задач, мы, наоборот, ставили перед собой новые задачи и проекты в силу того, что федеральные республиканские ресурсы позволили нам в 2020 году очень многое выполнить из стратегии. Когда стратегия разрабатывалась в 2015 году, я участвовала тоже в этой работе вместе с Петрозаводским городским советом и администрацией, нам казалось фантастическим выполнение этих задач. Но совершенно правильно мыслить амбициозно, и время все-таки учитывает эти потребности, учитывает это и вышестоящие органы власти. Тогда казалось это нереалистичным, но сегодня мы получили достойное финансирование на реализацию всех этих проектов, и, соответственно, можем уже проектировать более сложные задачи на перспективу не только 2025 года, я думаю, что на ближайшие 25-30 лет. Ирина Юрьевна, я, признаться, думал, что вы мне назовете какой-то конкретный объект. Я скажу, что я услышал. Я услышал, что главное достижение – это то, что аппарат администрации научился иначе работать. Аппарат администрации научился строить долгосрочные планы, а не думать действительно о том, что сегодня есть освоение средств такого-то участка, и давайте это сделаем. Нет, вы вчера на сессии Петросовета даже позволяли себе цифры 30-40 лет. Я так первый раз услышал, что администрация может такие планы строить на столь долгосрочную жизнь. Да, я правильно вас услышал. Совершенно правильно. Спасибо. Так и есть.